Моё второе сообщение является продолжением того, что я докладывал в первой части. Поэтому, значит, тему доклада я немножко изменил, но то, что написано в книге, это является доказательством того, практическим доказательством. То есть, там результаты того, что тут изложено, то, что я буду излагать, оно подтверждено на лабораторных измерениях, притом геометрически абсолютно точно. Вот эта физика измеряется абсолютно точно. Цель обеспечения условий достоверности физических измерений. Если до сих пор была цель геометрических измерений, то есть измерений линейных размеров, то теперь физических. Этапы рассмотрения практически те же самые. Образ объекта как форма геометрического процесса. Образ физического вектора в перспективе. Образ геометрического вектора в перспективе. Результаты проверки модели на основе модельных и лабораторных измерений. Полученный результат. Модель достоверного описания физических процессов в пространстве. Это вот я постараюсь изложить. Повторим то, что было изложено в предыдущем докладе. На основе зрения как физико-математического процесса. Физико-геометрического процесса я виноват. Зрение основано на построении отображений образов объектов в проективной системе координат. А методология зрения основана на использовании принципов парности и сравнения. Использование принципа парности с методом центрального проектирования позволяет создать идеальные условия для модельного выполнения постулатов эвклида, распространения, отображения и измерения информации в парной проективной системе координат при отсутствии влияния изменения окружающейся следы и создания общего мирного пространства как при сферическом, так и при линейном отображении информации. Образ объекта в перспективе получают суммированием образов каждым глазом. Но я начинаю с глаз, как основа нашего восприятия действительности. А модельные вычисления размеров основаны на относительной оценке превращения оцениваемого параметра по осям координат. Выполнение операции вычисления размеров в положении и ориентации объекта основано на оценке полной относительности превращения измеряемого параметра по осям координат и обеспечивают их достоверность и независимость от влияния окружающей среды на основе одновременной оценки полной относительности превращения размеров базы. Вот это то, что было там заложено. И от этого я не могу не отступить ни на йоту. Описание вектора в моно-системах координат. Вектор – это символьное отображение физических процессов в пространственном объекте, который отображается на плоскости, связанных с его поступательным и вращательным движением, происходящим во времени и в пространстве, и который позволяет формализовать его описание математическими зависимостями. Ну, я думаю, это определение, хоть оно моё бою, но оно достаточно общее и правильное. В настоящее время вектор имеет две формы. Ну, тут написано «отображение и описание», ну, даже отображение и описание геометрическую и физическую. В геометрии вектор – это направленный отрезок прямой линии, имеющий начальные и конечные точки. Ну, вектор несущий. Его параметр отображается в декартовой системе координат в виде составляющих. Это тоже все знают. В физике, в отличие от математики, то есть от геометрии, под словом «вектор», Без дополнительных уточнений обычно понимается вектор, связанный с четырехмерным пространством-временем. Понятие «вектор» в физике соответствует целый класс направленных отрезков, одинаковые по длине и направлению, но различающих с началом и концом, или векторное поле. Вот это такая, извините меня, общая каша, которая в настоящее время существует в описании полей. Теория образа. Академик Тихонов, известно, что он создал решение и обосновал условия решения некорректных задач. Для обеспечения решения... Ну, решение он основывал на обеспечении обнуления результатов измерения объектов в статике, используя информацию о замкнутости. То есть, представляя уравнение, каким мне там потенциалом обеспечил это условие. И обеспечение условия обнуления результатов измерения в динамике, используя информацию о характере ее гладкости и замкнутости. То есть, из этих двух положений теории Тихонова, ну, я предлагаю условия выделения образа. Они элементарные. Основа выделения образов объектов по пространственным параметрам, по физическим параметрам, чтобы понимали, физическим, является равенство нулю суммы проекции его периметра на оси координат. Ну, любой объект, замкнутый, это периметр, всегда равен нулю. Основа выделения образов полей объектов. Образов полей объектов по временным параметрам является равенство нулю суммы его проекции на оси координат за период измерения. Ну, то есть, нужно выделить период измерения, который ограничен или экстремальными значениями, или нулевыми. Это, возможно, это условия выделения образа в статике и в динамике. Образ объекта как форма физико-геометрического процесса. Образ объекта — это отображение пространственного объекта. Это процесс, явление, предмет на плоскости, позволяющий получить сведения о пространственных размерах и форме объекта. Свойства, характеризующие замкнутость размеров и полей у объектов, являются общим условием единой формы описания пространственных размеров объектов и их полей. Одновременно, это условие является математической основой распознавания образов объекта, описанных с помощью линейных и временных параметров. Образы физического вектора — это плоскостное отображение проекции его пространственного и линейного размера, которые ограничены экстремальными или нулевыми значениями физического параметра на оссяг плоскостной системы координат. Образ геометрического вектора — это плоскостное отображение проекции его периметра на оссяг плоскостной системы координат. То есть, пространственный образ физического объекта описывается в плоскостной системе координат в перспективном отображении. Условия описания вектора образом. Все физические поля характеризуются сферическим характером распространения в пространстве, которое на плоскости отображается в виде замкнутой поверхности, в идеале в виде круга. Время является формой описания замкнутого пространственного процесса на плоскости. А так как все пространственные процессы описываются при отображении на плоскости в перспективном отображении, то и время, отображаясь на плоскости, является формой описания замкнутых пространственных процессов в перспективном отображении. И не нужно выдумывать чего-то большего. Это все придумка. Образ физического вектора в перспективе. Вектор, характеризующий внутреннее состояние поля объекта, замкнут всегда. Вектор, имеющий образ, описываемый скалярным потенциалом. В качестве его составляющих у вещественных объектов при отображении на плоскости выступает проекция длины и ширины, ну и высоты. Площадь, потенциал образа вещественных полевых объектов остается постоянной величиной с увеличением отстояния. На рисунке показан магнит. И показано его распределение, его поля. Ну, тут северо-король не играет, что распространение по плоскости вдоль главной оси имеет и такую. Это чисто построено, чисто, как сказать, по линейной зависимости. Имеет вот такую форму проекции, которую измеряют. И при педикулярной оси измеряется вот такого формы сигналов, которые мы получаем. Образ геометрического вектора. Вектор, характеризующий направление прямолинейного движения вещественных и полевых объектов в проективной системе координат. Располагается на плоскости наблюдений. Значит, что из-за плоскости наблюдений, вот, короче говоря, это немножко непривычно. Это плоскость, происходящая между мной и вами. Все то, что располагается на этой плоскости, невидимо. Но это можно построить. Вот. Поэтому он может быть только построен. Он имеет две составляющих. Одна из которых характеризует его длину и которую мы характеризуем отстояние объекта. А другая – проекцию поверхности контакта объекта с измерителем. Он описывается векторным потенциалом. Вектор, как любая модельная прямая, в проективной системе координат должен иметь и имеет ширину и длину. То есть этим на плоскости характеризуется его образ. Для обеспечения построения образа вектора и его составляющих, характеризующего длину, связывает объект и измеритель. Но вектор, как единый элемент образа, должен иметь два направления. Это я покажу позже. Обеспечивая замкнутость всего образа и постоянство его векторного потенциала нулю. В качестве второй составляющей вектора выступают проекции поверхностей взаимодействия объекта, которые также должны быть равны. Следующее. На рисунке показано геометрический вектор. Ну, написано, это природный путь обмена, это реклама. А здесь показано формально земля, маленькая, солнце, электрическое поле, которое связано между ними из центра объекта земли и из центра объекта солнца. Солнце. Касается поверхности объекта. Ну, тут приведены перпендикуляры, все это обычно, ничего хитрого. Все, как учили в школе, в первом классе. В результате получаются такие формулы. И, наверное, они сразу вас напоминают, вам напоминают уравнение Ньютона. Или Кулона. Или еще кого. Да, это они и есть. Как вот не парадоксально. А давайте посмотрим, что такое вот это D. D это взаимодействие, это вот эта ширина. Это ширина. А она где вот тут? А тут она вот, она плоскость. То, что я сказал, все, она тут есть. То есть весь вопрос стоит, что нужно измерять что. А вот нужно измерять только. Это все проявляется, когда измеряются не мелочные параметры, а измеряется образ. Вот образ является, именно образ является тем перспективным отображением, которое мы видим. И вот это нужно понимать. Значит, вот между Землей и Солнцем идет вот такая дорога. Шириной D, которая равна, вот эта штучка, вот эта половинка, равна 60 километров. Приблизительно. Я не говорю там, я не астроном, и этих вещей знаю чисто поверхностно. И даже никаких вопросов особенно мне этих вопросов не задавать. Это плоскость наблюдения. То есть установившийся контакт между двумя объектами происходит в парной. Вот они сами организовали себе парную систему координат. То есть это система координат, которая сама возникает в процессе взаимодействия. И удивительно, что какой бы вы радиус ни взяли, ну, положим, это в два раза больше, вот у этого и у этого в два раза больше будут одинаковые. Ну, не везде одинаковые, а только вот каждая пара будет иметь свой путь, свою ширину, свою ширину линии. Вот это связь, я еще раз подчеркиваю, это связь модельного и реального. То есть реальное все имеет, все то, что он имеет. Вот, точно имеет объект. А модельное ничего этого не имеет. Как Земля сворачивается модельно в точку, так и Солнце сворачивается модельно в точку. Вот в чем принцип парности. Парности парной проективной системы. Ну, теперь... Ну, тут вот это все то же самое для магнитного поля. Все то же самое. Получается, все то же самое. Несмотря ни на что. Притом, вот обратите внимание, значит, маленькая это Земля, да? Солнце мы рассматривать не будем, она нас не интересует. Вот, Солнце, магнитный вектор расположен здесь, не по центру, да? Ой, а вот я не знаю, как назад вернуться. Ну, ладно. Но если вы помните, электрический вектор располагался вот здесь. Да, вот обратно, ладно. Вот. Вот разность между электрическим вектором взаимодействия и магнитным вектором взаимодействия, который нам ортогональный, один расположен вот так, а другой расположен так, и создает вектор радиационного поля. Вектор радиационного поля по своим параметрическим характеристикам соответствует вектору электрического поля. Он похож. В смысле, так же описывается, он не магнитный вектор. То есть отсюда следует, что магнитный вектор по своей силовым воздействиям слабее, чем электрический. Электрический вектор остается. Вот поэтому все остальные взаимодействующие поля... То есть, да, при этом всем вам прекрасно, наверное, известно о том, что и магнитное, и электрическое поле в сотни тысяч раз больше гравитационного. В 10, почти в 10 пятый раз. Почти. Я не говорю там 4 на 10 четвертый, но почти в 10 пятый раз. О чем вы... Вот все говорят, гравика, гравика. Да что там гравика? Где гравика? В 10 пятый раз больше этих величин. А вот их разность давайте посчитаем в элементе. Это я не буду, я вам просто показываю. Это у меня не сделано. Я просто вот, поскольку многие говорят. Упол накладения магнитного поля 17 градусов. Это приблизительно 1 десятый. По площади в квадрате это 1 сотка. Две 1 сотки в разности это 10 четвертый. Вот вам разница между гравикой и магнитным и электрическим полями. Я не доказываю сейчас. Я просто вот немножко, так сказать, решил экспериментировать. Теперь лабораторные измерения, которые подтвердили. Были выполнены лабораторные измерения. Вот 3 компонентные электрические датчики. Вот тут каждые точки. А тут 1 компонент не было. Ну не было. По средине приезжал магнит, который все тут фиксировалось. Время тут. Ну это чтобы, так сказать, все было метрологически аттестовано. Остальное я больше ничего не буду говорить. Это все понятно. Были получены вот такие характеристики. Ну такие, которые там были нарисованы. Ну это чисто, это чисто, это чисто, чисто снято. То есть то, что есть, то есть. Никаких проблем нет. Ну было установлено что? Ну что размеры вот эти уменьшаются с удалением. Это, ну, наверное, все понимают. Это метод центрального проектирования. Все, что удаляется, все уменьшается. Однако есть маленькие нюансы, но это второй вопрос. Это потом я скажу. Было отмечено, что зависит от шести параметров. От размеров объект магнита А, Б, С. То есть вот расстояние вот отсюда до сюда. Измерялся, да. Вот что, извините. Не измерялось магнитное поле. Магнитное поле в данном случае не измерялось. Вернее, оно измерялось, но оно было вспомогательным. А измерялась длина волны, образа. Вот эта величина. И вот тут вот эта величина. И вот это, ну, вот эти две фиксированные. Две, а у меня же, двумя максимумами. Вот эти вещи фиксировались. Больше ничего не фиксировалось. То есть магнитное поле было чисто вспомогательным. И вот эта величина между вот этими двумя экстремами, она зависела, значит, от шести параметров. Естественно, выделить ее вроде как бессмысленно. Никак. Ну как от шести параметров избавиться? Оказалось, решение достаточно простое. Вот как только мы сказали, что это образ, решение оказалось предельно простым. Я измерил на другом расстоянии. Изменило всего одна, один параметр. L. То есть отстояние. То есть я поставил два магнита, два измерителя на разных расстояниях от этого источника. И решение оказалось элементарным. Вот тут показано. Значит, вот два графика получены. Ну вот. И вот. Ну элементарно. Тут вот, тут может быть даже видно, тут все вылезает. Я теперь вернусь тут немножко расскажу, чем тут дело. Мы... Так. Так. Да. Ну вот я просто подчеркну, что вот между этими образами все проводится чисто линейно. И получается... И получается... Размеры объектов выходят. И все три размера объекта А, Б, С. И выходят отстояние, которое характеризуется вот разностью. Вот. То есть все необходимые, ну будем говорить, четыре неизвестных, все получились точно, геометрически точно. Вот. Ну все определяется тем, насколько дискретно, дискретно, была нормирована, ну точность определяется дискретностью, нагревания этой оси. Вообще, в принципе, на этом свой доклад я могу закончить. Вот. Я отмечу условия разделения физического геометрического векторов. Как они... То есть чисто физически вы это увидели. Чисто тут показывать, вот как это вектора разделяется, я не потому... Ну, потому что, во-первых, вы устали, можно посмотреть в моем докладе, это достаточно, ну достаточно лудно, хотя сложностей больших нет. Там все линейно. Но отличия есть очень существенные. Я, значит, буду говорить про термины, которые я только что говорил. Геометрический вектор и физический вектор. Между ними имеется существенная разница, которую я отметил. Они по-разному себя ведут. Один описывается векторным потенциалом, другой скалярным. Так отличия вот отображений, написанные здесь. Я их зачту. Линейные... И совсем по-другому, да. И по-другому и описываются, по-разному описываются и размеры, вещественные размеры этих магнитов. Они там тоже заложены. Теперь, да, я не умею, а как назад на один были? Не знаете, как-то... Так, другая кнопка. Вы курсор, наверх. Вниз, да? А, наверх. А, да-да-да. Сейчас, секундочку. Ага. Так. Вот. Буду на этом говорить, чтобы было понятно. Значит, что происходит? Вот этот график вроде как симметричный. Нет, он не симметричный. Вот эта амплитуда меньше вот этой. И вот эта разность как раз характеризует... Вот это разность. Характеризует... Ну, вот эта разность. И тут вот смещение центра схарактеризует два параметра поперечного сечения. При этом вот я хочу подчеркнуть, тут вот интересные зависимости проявляются. Прежде всего, вы прекрасно это понимаете, то, что поле с удалением от расстояния увеличивается по периоду. А, амплитуда уменьшается. А вот эта вещь является постоянной величиной произведения их. То есть потенциал остается постоянным. Теперь точно такой же очень интересный эффект проявляется, и когда мы наблюдаем объект обычной формы. мы... Он от нас удаляется, а его расстояние увеличивается, а его размер уменьшается. Опять-таки, вот этот потенциал остается... Это векторный потенциал остается постоянным. Вот... То есть, вот отличие... Одно увеличивается, другое уменьшается, а что-то остается постоянным. На этой игре построено различие между векторным и скалярным потенциалом. Его разделение они совершенно разные функции несут, совершенно разные по своей природе и сути. Вот. Поэтому вот... Поэтому, значит, я еще раз вернусь к прочтению. Линейные размеры по осям координат образов вещественных объектов. То есть, сам предмет с увеличением отстояния уменьшаются. То есть, уменьшается их площадь. Вот. И их уменьшается площадь и скалярный потенциал. При этом их векторный потенциал равный произведению его поверхности на отстоянии объекта остается неизменным. То есть, куда бы мы ни уехали, остается постоянным. Вот отличие двух потенциалов скалярного и векторного. У полевых субстанций, то есть, у поля, поля этого вектора, несмотря ни на что, с увеличением отстояния линейные размеры, то есть, вот эти линейные размеры, увеличиваются. а их амплитуда по оси уменьшается. Но их произведение остается постоянным, сохраняя постоянный скалярный потенциал по уля. Вот такие игры. А векторный потенциал увеличивается. Вот они ведут себя совершенно по-разному. поэтому те игры, которые сейчас ведутся на основе ну, на основе всего, вы знаете, всяких там функций, но они не очень хорошо себя показывают. Они не обладают достоверностью. Здесь достоверность, как с прошлого доклада, может выполнить на каждом этапе. Вот это я подчеркну. На каждом этапе. при этом решений не один, не одно, а в районе шести, не меньше. Вывод. Физика это геометрия векторных пространственных измерений. Парные проективные системы координат обеспечивают условия достоверного отображения и измерения объектов в пространстве перспективного отображения по их образам, путем сравнения результатов их модельных построений и задания эталонных мер по двум асям координат по оценке их относительных приращений. Спасибо за внимание. Так, все же можно в двух словах сказать, чем математический вектор отличается от физического? Можно. Вот как-то просто на пальцах. На пальцах. Вот я специально это самое вектор, вот объект, он обладает полем, поле у него замкнутым. Каким бы полем он ни обладал, электрическим, магнитным, каким угодно, он поле замкнуто. Это поле физическое. Оно изменяется во время, ну, в смысле, происходит, поскольку синусоида, вот поэтому ее отнесли ко времени. На самом деле, оно изменяется в пространстве. Время, и время, на вектор. Да, извините, да, ну, вектор. Поэтому, поэтому вот и разобраться, что такое пространство, что такое время. Они измеряют только пространство и служат только для одного. При этом, я могу подчеркнуть, что суть заключается в том, что, я не буду много говорить про системы координат, безразлично. Вот если два, эти, вот, по двум осям. Я не буду измерять вот это в нанотесла. Я могу измерять это в любых единицах. Вот у меня в тех же мерах, которых я измеряю вот это, по этой оси. Тут, положим, в ангстремах у меня измерение происходит. Положим, я не к тому говорю, тут в миллиметрах. Я могу это тоже в миллиметрах. Роли никакой не играет. я могу все задачи решить. Измеряю только это и только это. Эти задачи все совпадают.